Глава двадцать четвертая Второй книги Паралепаминон Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивья из Версавии, и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень, и собрал он священников и левитов, и сказал им, — Пойдите по городам Иудеи, и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты, и призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему, — Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставлялись иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем рабом Господнем и собранием израильтян для скини и собрания? Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для ваалов. И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудеи и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем рабом Божиим на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик, до то ли, доколе он не наполнился. В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавал его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили всесожжение в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. Сто тридцать лет было ему, когда он умер. И похоронили его в доме Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И дух святой облег Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении перед народом и сказал им, Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господней, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоазь благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. И над Иоазом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шемиафы, Аманитянки, и Иегозавад, сын Шемрифы, Моалитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него.